Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. А в гостях у нас сегодня по многочисленным просьбам телезрителей мой коллега, журналист, автор и ведущий программы КПП Александр Каменный. Добрый вечер, Александр Эдуардович. Но, как обычно, перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Удовлетворены ли вы итогами визита Виктора Януковича в Москву? Традиционно три варианта ответа. Нет, это дорога назад в прошлое. В этом случае звоните по телефону номер 728-01-70. Если ваш ответ «Да», верным курсом идем, товарищи. В этом случае звоните по телефону номер 728-01-71. Если же ваш ответ «Пусть теперь ЕС поторгуется за нас с Российской Федерацией», звоните по телефону 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы к Александру Эдуардовичу лично, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Хочу напомнить, что если вы по каким-то причинам не сможете дозвониться, либо не хватит времени нашей передачи, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы, оставляйте свои координаты. Александр Эдуардович после передачи, возможно, не сегодня, а на следующий день, либо через день обязательно перезвонит, свяжется с вами и ответит на ваши вопросы. Итак, Александр Эдуардович, на мой взгляд, сегодня для всех украинцев без исключения, одесситов, конечно же, в частности, главной темой является ситуация с внешнеполитическим вектором нашей страны. И ведь на самом-то деле первопричиной всех Евромайданов, которые сейчас по всей Украине, во многих городах и, естественно, в столице, в Киеве находятся, это как раз первопричиной стал отказ руководства нашей страны Украины подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И, следовательно, отказ от евроинтеграционного курса нашей страны. И недавно президент Украины Виктор Янукович посетил с официальным визитом Российскую Федерацию. И вот, например, заместитель председателя Одесского областного совета Алексея Гончаренко так прокомментировал итоги переговоров Януковича с Путиным. Цитирую, да, есть цитата. «Результаты достигнутых соглашений позволяют вздохнуть украинской экономике, химпрому, металлургии и другим ключевым отраслям украинского экспорта. Понижение цены ключевого энергоносителя, газа имеется в виду, стало долгожданным событием, которое позволит поднять экономику страны». Конец цитаты. А как вы считаете, вот как достигнутые договоренности отразятся на Украине? Ну, короткий комментарий по поводу высказываний господина Гончаренко, что там вздохнет кто-то глубоко. Это будут олигархи, да. Вот они вздохнут хорошо, все остальное относительно. Ну, я не заслуженный экономист, как господин Азаров, но какие-то свои суждения у меня по этому поводу есть. Помните, с чего все началось? Вообще, вся история с чего? С войны. Таможенная, санитарная, газовая, пропагандистская. Это те войны, которые Россия развязала против Украины. Насчет пропагандистской войны, я вам скажу вообще, мне друзья из Москвы прислали литературную газету, там светной фотоснимок из Харькова. Стоит мальчик лет десяти, плакат «Я хочу разговаривать по-русски». И у него рот заклеен двумя полосками, желтой и голубой. И к этому же наша сотрудница, у нее родственники в Калининграде, ей позвонили встревоженные родственники и сказали, спросили, скажи, а что на Украине запрещают всем говорить по-русски? То есть вы понимаете, как пропаганда работала против нашей страны? Мне кажется, что нужно знать, вот связанное все, что с Москвой, некоторые ключевые моменты. А именно, вот нам предлагал кредит Евросоюз по 2,5%. Причем они говорили, этот кредит должен идти не на воровство, его нельзя потратить. Да, логично. Логично. Его нельзя проесть, не надо увеличивать зарплаты министрам. Этот кредит должен идти на то, чтобы реконструировать экономику и бороться с коррупцией. Российская Федерация, мы отказались. Российская Федерация говорит, не, ребята, что это, 2,5%? Не, не пойдет. Мы им даем кредит под 5%. Мы им даем 15 миллиардов. Ну, 6 вы сразу отдайте. Газпрому, потому что вы же должны. А 9 миллиардов? Без всякого контроля. Ребята, тратьте на что хотите. То есть, другими словами, сможете распилить, как захотите. И мы понимаем, что так оно и будет. Снижение цены на газ. На 30%. Опа, вопрос. А что, все эти годы Россия себе в убыток, что ли, нам газ продавала? Нет, конечно. Это невозможно. Значит, получается, что все эти годы, имея возможность снизить нам цену на газ на 30%, Россия этого не делала. Что же вы драли 7 шкур со своего братского украинского народа? Вопрос возникает. Дальше. Надо знать, что Азаров в свое время сказал, когда проблемы начались. Он говорит, вы знаете, вот мы будем меньше потреблять газа. У меня записано, когда, где он это все говорил. Зачем нам столько газа? Нам столько газа не надо. В сегодняшней договоренности Россия говорит, ребята, значит, вы у нас покупали 30 миллиардов кубов в год. Мы вам даем кредит, но будете покупать у нас 50 миллиардов кубов. Эти поежи, так нам жестоко не надо, не интересуют. Вот 50. Нам, России, выгодно вам продавать 50 кубов. И вообще нам все выгодно. Нам нужна Украина, Россия. Потому что мы сможем иметь рынок сбыта своих неконкурентно способных товаров. Мы вам сюда все скинем. И тем самым будем поднимать свою тонущую экономику. Вот это их основная мысль. Дальше. Насчет газа. А газ для населения-то не повысится? Но газ для населения в цене и не понизится. А странно почему? А я вам объясню, почему. Есть кому понижать газ. Фирташ, Ахметов. Для них, для их предприятий цена на газ понизится. А для населения ни в коем случае. Ну и еще один интересный момент. Путин сказал, когда подписывал это соглашение. Он говорит, так, ребята, мы будем каждый квартал, каждые три месяца, мы будем смотреть, как у нас там дальше. Если все нормально, мы будем продолжать наш договор. А если не нормально, мы его прекратим. О чем это говорит? Это говорит о том, что Путин не убежден в перспективах Януковича? А почему сразу не его? Надеюсь, ребята, на год мы вот заключили. Нет, каждый квартал мы будем смотреть, что у вас там произойдет в стране. И еще надо знать обязательно людям. Я пытаюсь как бы очень просто объяснить ситуацию. Надо знать две опасности. Опасность первая. Концентрация значительного долга и кредита в одних руках, в руках Российской Федерации, это еще при всем том, что украинские предприятия должны российским банкам 30 миллионов долларов. Так вот, концентрация в одних руках кредита, это уже вопросы национальной безопасности. И еще самое главное, что вы должны все знать. Это очень важно. В мире никто не дает кредиты под залог. И Евросоюз не собирался давать нам кредиты под залог. А Россия нам дала кредиты под залог. И в залог правительство Украины выставило предприятия, стратегические предприятия. Что это значит? Это значит, что если мы не сможем выплатить кредит, то мы отдадим эти предприятия российскому капиталу. Исходя из этого, вы должны понять, что нет такой страны, кроме Российской Федерации, которая бы мечтала, чтобы Украина попала в дефолт. Вот и все, что надо понимать о московской встрече. Да, то есть вот те результаты, о которых говорили, и о том, что, собственно говоря, экономика вздохнет украинская, имелось в виду, конечно же, что вздохнет не вся экономика, а какие-то конкретные люди, отдельно конкретные люди. Конечно, конкретные, да, олигархи. Хорошо, тема Евромайдана. И вот сейчас у противников Евромайдана появилась новая, так сказать, фишка. Дескать, стоят на Майданах люди, которые не работают, а, следовательно, бездельники. Как вы оцениваете ситуацию на Евромайданах? Конечно же, хотелось услышать вашу оценку киевского и одесского Евромайданов. Ну, я понимаю, кто говорит о бездельниках, которые стоят там на киевском Евромайдане. Понимаю, кто говорит о безработных. Знаю этих местных наших, этих даже политических деятелей, из бывших дворничьих. А насчет того, что там стоят безработные, так это же проблема этих людей. И проблему эту им создала власть. Они потому и безработные, что вот эта власть не может даже людям работу дать и обеспечить их. Что касается людей, которые приходят туда, это все чепуха. Вот от разговора, там стоят, бездельники безработные. Туда приходят 2-3 тысячи людей, ежедневно разных. А вот после работы, туда приходят уже тысяч 50. А вот в выходные дни, в субботу, воскресенье, туда приходят уже, был момент до 500 тысяч. И вообще это два разных Майдана, я вам скажу откровенно. Один Майдан, где порядок, где нет пьяных. А потом собрали второй Майдан. Ну, знаете, я не хочу комментировать просто то, что я увидел. Эти скошенные лобики, желание подраться с кем-то, прятание оружия, дубины и прочее. Поэтому все понятно. И с тем Майданом, и с этим. Хочу сказать одну вещь. Знакомый поехал на Майдан. Он бизнесмен. Решил помочь Майдану деньги дать. Могу сказать, тысячу долларов. Приехал с такими глазами и говорит, слушайте, да я около 40 минут стоял в очереди, чтобы сдать деньги. Люди идут, идут, идут. Их никто не привез в поездах, как этих, донецких, луганских. Их никто не привез на автобусах в сопровождении ГАИ и там, кобры и прочих. Они сами пришли. Он говорит, я 40 минут ждал, пока я дошел до этой точки, сдать деньги. А передо мной две бабушки-пенсионерки. Одна 20 гривен дала, вторая 50 гривен. Вот показатели этого Майдана. Поэтому я хочу сказать свое личное мнение. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые стояли и стоят на Киевском Майдане. Низкий им поклон за то, что они не хотят смириться с тем, что происходит. За то, что в них есть достоинство, и в них есть честь. И я просто восхищен, если так образно говоря, восхищен народом своей страны. Не всем, но значительной частью. Это я вам говорю совершенно точно. Теперь, что Одесский... По Одесскому, да. По Одесскому Евромайдану. Вы знаете, миллионный город. И собирается 200-300 человек. Что неравнодушных человек. Что остальных это не волнует? Все равно, что ждут героя, что ли, ждете, когда он придет, а? Известно, что 5% населения людей – это доминантные личности. Вот 5% людей, которые что-то могут, на что-то способны, как-то двигать все вперед. 20% – это люди, которые понимают, что происходит. Понимают, что надо делать. Но есть еще 80%. Как бы их назвать так, помягче. Тугодумов. Вот 80% – тугодумов. Смотрю вот по этому поводу. Смотрю сегодня. Телекомпания «А-1». Называю совершенно спокойно. Я старый, во-первых, работник. Меня обмануть невозможно. Я на человека смотрю и понимаю, что он на себя представляет. Сидит аферист. В жилетке, с перстнем, гэкающий такой. Перед ним, значит, ноутбук. Я не знаю, работает, не работает. Индийская астрология. Ему все время звонят. Ну, не то страшно, что он всех разводит лохов на мизинцах. И говорит, ну, это я вам быстро отвечу. Вы ко мне придите, я вам на консультацию заплатить, и все будет в порядке. Страшно другое. Звонят. Один за другим. Одна за другой. Скажите, а мой сын найдет себе работу? Он там куда-то смотрит. Что он там смотрит? Он может на стенку смотреть. Ну, смотрит. Мы не видим, включен или нет. Он говорит, да, найдет. Где-то в ноябре следующего года. Я не знаю, как его зовут. Вася, какой ноябрь следующего года? Может быть, у тебя сын слепой, или глухонемой, или рук не имеет. Ты хоть вообще даже спроси, а он что, сколько ему лет? Какая у него специальность? Дальше. Звонят. И это все связано с тем, что я говорю про Одесский Майдан. Звонит какая-то женщина и говорит, скажите, а моя дочка выйдет замуж? Ну, по-моему, он здесь правду сказал. Он сказал, да. Так, посмотрел тупо. А, да, да. После 8 марта. Я хочу этой женщине, я не знаю, кто она. Вот тут он прав. Ваша дочка, очевидно, судя, потому что вы так звоните активно, выйдет замуж после 8 марта. 1 апреля, в день дурака. Что вы делаете, я не понимаю. Звонки одни за другими. Вот эти люди, понимаешь? Вот эти люди. И они что? Вот эти люди, они разве придут на Майдан? Нет, они не придут на Майдан. Они никогда не придут на Майдан. Понимаете, в чем дело? Им, наверное, нравится тем, кто не приходит на Майдан. Они говорят, что всем. Но большинству. Им, наверное, нравится, что у них зарплата полторы тысячи. Что у них пенсия тысяча. Что им на лекарства не хватает. Им все нравится. И о таких людях. В свое время написал Николай Некрасов. Он написал, что есть люди холопского звания, чистые псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Лучше, чем Некрасов, я не скажу. Вот я ответил на ваш вопрос. Да, печально, печально, честно говоря, печально. Вы знаете, еще одна тема, это снос памятника Ленину в Киеве. Вызвал, конечно же, неоднозначную реакцию у украинцев. И понятное дело, что Коммунистическая партия Украины осудила подобные действия. Но, как ни странно, лидер КПУ господин Симоненко заявил о том, что Компартия не будет требовать наказания за снос памятника Ленину. И добавил, цитирую. «Бог уже наказал тех, кто совершил этот акт вандализма, лишив их разума. А тем, кто сносил памятник, я бы посоветовал почитать Ленина. Его сочинения – вторые в мире по издаваемости после Библии. Их печатают, потому что Ленин еще сто лет назад дал ответы на все вопросы». Конец цитаты. Как бы вы прокомментировали слова лидера КПУ? Смешной человечек. Насчет Бога. Коммунисты стали какими-то самыми верующими. Раньше у них в кабинетах полное собрание сочинений Владимира Ленина. В шкафу было. Ну, а в некоторый период времени еще две книжечки лежали на столе. «Целина» и «Малая земля». Еще и с закладочками. То есть, типа, читаю, не могу насладиться. Ну, полное собрание сочинений у них было. Я хочу сказать вот этим ребятам, вот этим вот, там, Симоненко и его там, братьям коммунистической, новые. Вы давайте определитесь уже. Или Иисус воскрес? Или Ленин вечно живой? А то, как-то так не получается вместе. Это первое. Теперь насчет того, что, ну, скажите, божественное, насчет собрания сочинений Ленин, который там вот что-то говорил еще сто лет тому назад, гарантирую, что ни Симоненко, ни его вот это вот соратники Ленина не читали. Ну, вот я гарантирую. Может быть, у них есть где-то там в офисе стоит полное собрание сочинений. Для студентов-историков рассказываю, что всего было в собрании сочинений Ленина пять изданий. Причем первое еще при жизни Ленина пошло в 20 томах, 26 книг под редакцией Каменева. Последнее издание, пятое, там было 55 томов. Планировалось и шестое. В 91-м году, значит, хотели институт марсизма и ленинизма, он был переименован потом. Они запланировали шестое издание 70 томов. Потому что каждое последующее издание там добавлялось 10-15 томов. Это для справки, чтобы вы знали, что такое полное собрание сочинений Владимира Владимировича Ленина. Понимаете, в чем дело? Понимаете, о ком говорит этот вот Симоненко? О человеке, который сначала дал команду разграбить церкви. Ну, полностью же ограбили церкви. Человеке, который сделал так, что до революции было 80 тысяч храмов. А в 350-м году 11 тысяч 450. Ну, я уже не говорю о том, что это в основном были православные храмы. Ребята, если вы такие верующие, вы же там должны и про иудеев позаботиться, и про католиков, наверное, и другие есть. Если вы там решите, то не забудьте, в Одессе у иудеев было 48 синагог до революции. Так что можете там что-то и вернуть. Но суть не в этом. Понимаете, я очень долго, я любил литературу политическую. Я даже в армии покупал книжки, они копейки стоят. И в отличие от Симоненко, я читал Ленина. Я не могу сказать, что я прочитал все там 70 томов. А там еще около 30 книг есть еще, помимо полного собрания сочинений. Томов, там переписка и прочее. Но меня в свое время поразило, как человек, который занимается журналистикой, что свобода печати, сказал Владимир Ленин, это оружие в руках мировой буржуазии. Я для Симоненко и остальных этих, которые имеют тома Ленина, могу сказать. Это Владимир Ленин написано, это его высказывание в томе 44, страница 80. Полное собрание сочинений. Можете проверить. У меня на эти дела очень хорошая память. И еще я хочу сказать этому Симоненко. Ленин-то ведь, несмотря на то, что он уничтожал церкви, несмотря на то, что он приказывал расстреливать и под лед запускать живых священников, я уже не говорю о том, что сорвали все колокола и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что это кумир вот этого вот, его Симоненко и прочих, и прочих. Но Ленин был первый. Надо отдать ему должное. Кто понял преимущества Запада? И если Симоненко не знает, то я могу сказать, что в феврале 1922 года он писал записку своему заместителю, посовноркому Зиновьеву. И он написал там. Надо учиться у немцев паршивой российской коммунистической обломовщине и вообще брать немцев в учителя. Иначе одни разговоры. Это дословно, это в собрании сочинений, это записка Владимира Ильича Ленина. Поэтому, когда коммунисты выступают против Евросоюза, ребята, ну у вас же там есть, наверное, книги, почитайте Ленина. Может быть, там есть много интересных вещей. Поэтому, когда вот они на меня начинают рассказывать о Ленине, о Боге, я смотрю на это у Симоненко, ну просто смешно. Знаете, как-то даже скучно комментировать. Вот мой ответ. Есть звонок, Александр Анатольевич. Есть звонок. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Ну вы этот затронули момент с Евромайданом. Да, затронул. Который, скажем так, поддерживает оппозиция. Да. Так я бы хотел несколько слов сказать об оппозиции. После каждых выборов, кстати, возможности изменения жизни основная в выборах, а не в Майданах. Так вот, после каждых выборов оппозиция плачет, жалобные стенания и так далее. Вот это, кстати, показали последние эти пять дополнительных выборов. Опять проиграли. Значит, жизнь показала. Чуть-чуть, если можно, чуть быстрее, мало времени учитывается. Цивилизованными методами, да, цивилизованными методами невозможно выиграть эти выборы. Так, может, надо идти теми же путями. Подкупать выборщиков, подкупать комиссию. Если там бандиты, значит, свои за градотряды идти. И абсолютно ясно, что в 15-м году по той же системе выборы будут проиграны. Спасибо, понятно. Спасибо. Понятно. То есть, ты записался добровольцем. Да, действовать теми же методами. Понимаете, теми же методами? Не знаю. Вот я не знаю. С одной стороны, я понимаю, что добро должно быть с кулаками. А с другой стороны, если пойдут люди действовать такими же методами, вот такие же люди и придут к власти. А такими методами действуют только те, кому все остальные как бы безразличны, на которых они даже внимания не обращают. И вот вопрос о том, что вот оппозиция каждый раз что-то там такое говорит и проиграла опять выборы. Вы знаете, сегодняшний Майдан уже показал, что это не пять человек говорит, что это полстраны говорит. И сегодня, я еще раз повторяю, то, что Путин договорился ежеквартально, как бы там эту ситуацию обсматривать с газом, говорит о том, что даже он не убежден, все ли будет нормально у Януковича. Понимаете, в чем дело? Это же от нас зависит. Вот мы в прошлый раз там победил. Ребята, в прошлый раз, когда здесь были специфицированы выборы, когда Костусева втолкнули сюда, в это кресло, в этот вот премьер-министр и его команда, вся эта партия регионовая, единый кандидат. Люди вышли на площадь Домскую, а дальше? А почему не все вышли? А те, которые бегали втихаря учителя и врачи голосовать за Костусев, он же нам денежку там обещал. Вот же в чем беда. Да не в них беда, в нас беда. И я все время говорю, что ответственность надо разделить за то, что происходит с теми, кто у власти, но в большей степени с теми, кто допустил их до этой власти. Это мы. А чего мы тогда не вышли на Майдан? А чего тогда промолчали? Еще раз говорю, склоненная голова – это приглашение сесть на шею. Что и произошло. Есть еще один звонок. Давай, Александр, давайте послушаем. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр, я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот девиз у Майдана, значит, такой, что вот безвизовый режим, только на это, почти что все у них один девиз. Безвизовый режим. Они хотят сразу. Я хочу вас спросить, почему вот сейчас ужесточилось, вот в данный момент немецкое посольство, я вот хотела открыть визу, невозможно. Вы понимаете, что они наоборот ужесточили. Если раньше было 20 евро в день, нужно было, чтобы на счету было, на три месяца было полторы тысячи. Сейчас нужно две с половиной тысячи. Все, понял. Понял, понял вопрос. Понял. Я думаю, что они ужесточили визовый режим только из одного соображения. Они боятся, чтобы Донецкая область, Луганская, не приехала к ним в Германию. Понимаете? Потому что там уже вот так. Поэтому немцы совершенно правильно сделали. В стране очень серьезная кризисная ситуация политическая. И открывать сейчас границы для всех невозможно. Ну, это политика государства. Собственно говоря, и 25 тысяч украинцев не пустили в Россию, если вы знаете. В Россию. Как бы они, вот там что-то не так. Там они пропустили время, там они не зарегистрировались. Поэтому я очень сожалею, что вы не смогли поехать в Германию. Но пока придется, наверное, в общем-то Европа смотрит, чем это все закончится. А если бы от меня зависело, я бы вас отпустил. Хорошо. Александр Эдуардович, давайте все-таки поговорим о событиях в Одессе и об очередном скандале, связанном с телекомпанией АТВ. То есть ее, то бишь телекомпанию АТВ на основании решения суда лишили лицензии. И вот в связи с этим владелец телекомпании, господин Марков, обратился к телезрителям телекомпании АТВ. И еще одна цитата. Уже на этот раз господина Маркова. Мы не испытывали иллюзий в отношении беспристрастности судов, которые уже давно стали структурой, обслуживающей действующий режим. Попытка уничтожить независимую телекомпанию АТВ – это яркий пример трусости тех, кто за этим решением стоит. Пройдет совсем немного времени, и АТВ, как птица Феникс, восстанет из пепла, потому что на их стороне, то бишь власти стороне имеется в виду, всего лишь правоохранительные органы, судебная система и кучка подонков. А на стороне АТВ – наши зрители. Вот как вы пкомментируете эти слова? Ну, очень смешно, что Марков сегодня уже, власть уже – это режим. Милиция, которую он платил, это уже нехорошие люди, редиски. Судьи, которым он платил, и которые его держали, чтобы он… Это тоже плохие люди. Ну и какая-то кучка подонков. Марков надо имена называть? Что это так сказать? Кучка подонков. Ты кого имеешь в виду? Президента, премьер-министра. Кого ты имеешь в виду? Это первое. Второе. Насчет АТВ. А вы помните эмблему АТВ, когда она начинала? Сейчас не скажу. А я помню. Значит, было написано АТВ, а сверху была корона. Такая, знаете, стилизована, как корона Российской империи. Из кино. Не помню, не помню. Я тогда по телевизору им сказал, что, ребята, я не понял, что означает ваша корона? Или это вы царских кровей, или это воровская масть. Вы там же определитесь, что это такое. Но они после этого корону сняли. А что касается АТВ, смотрел я вот передачу, я смотрел АТВ внимательно последние дни. И там какие-то люди все время о чем-то говорили. Пришли какие-то боксеры такие. Говорят, мы боксеры, клуб. Раньше были спортивные общества. Сейчас Марков развел спортивные клубы, где готовили боевиков и бойцов, которые потом кого-то били. Ребята, я говорю, к этим боксерам, вы там вспомните, не были ли там находились на площади Екатерининская в свое время, возле облгосадминистрации, а не были ли там стояли, когда блокировали УВД области. Кадры есть, можем посмотреть и назвать всех по именам. Поэтому эти стоны, вот конец спорта с уходом Марка. Все, спорт в Одессе будет развиваться, не волнуйтесь. Ну, а вы пока остались без хозяина. Ничего, я думаю, что вы найдете себе работу в этой стране. Суть не в этом. Дальше. Разные люди выступали. Выступали, сидел Работин, председатель областной организации, журналистка рядом с Бовбаланом. Я смотрел, Бовбалан, это тот, который, это поддельник Маркова. Бовбалан в 2010 или 2011, не помню, у меня есть кадры, сказал, что все журналисты проститутки в Одессе. Ну, за исключением, конечно, журналистов АТВ. Я хотел спросить у Работина, ты что, как реагировать будешь? Ты если на АТВ работаешь, то все нормально. А если нет, то ты понял, как тебя назвал. Бовбалан, с которым ты сидишь рядом и вздыхаете, непонятно по какому поводу. Дальше. Есть такая у нас, как бы это сказать, малохудожественная самодеятельность в лице таких КВНовских персонажей Яши и Симы. Вы знаете, о ком я говорю. Так Сима вообще заявила, что единственные честные новости были на АТВ. И АТВ нужно одесситам всего мира. Сима, я бы за одесситам всего мира, в общем-то, не расписывался. Вот я сказал такую преамбулу для того, чтобы сказать вам мое мнение об АТВ. Оно было, есть, ну не знаю, будет ли. Это грязная, аморальная телекомпания. Это телекомпания, которая начала в Одессе, просто коммунальную кухню устроила из телевизионного пространства. Это компания, которая начала в Одессе действовать следующими приемами. То себе по окнам постреляют, то себе в машину поковыряют, то своей девочке дверь сожгут, то своего мальчика ножом тронут. Мы все знаем про вас. А насчет честности этой телекомпании, то я должен сказать, что их честность проявилась, конечно же, бесспорно, это и для Симы. В том, что они три года честно говорили, какой замечательный их единый кандидат Петрушка, какая замечательная городская власть. Пока их не прищемили там кое-за что. А до этого они пять лет говорили, какие сволочи эти оранжевые, фашисты чуть ли не. А какой негодяй гурвец и все украл. Ребят, сбылась ваша мечта. Пришли ваши, которых вы ждали с нетерпением, и которых вы три года хвалили и говорили, что вот какие это справедливые люди, это партия регионов. Какие нечестные и благородные. Что такое? А теперь что, они плохие? Вы же давайте определитесь, вы когда были честными? Когда гурвец был? Или когда Костусева вы пригласили? Вы должны понимать, что прислугу периодически меняют. Поэтому не надо так, а то там просто как-то бились в истерик. Я понимаю, полнолуние было, как ее, Перевалова билась в истерике. Забыла телефонные разговоры, которые я вела с Одессой? Так мы можем напомнить. Рассказывала там о том, что вот какой нехороший оказался. Оказался в итоге. Вам кивало? Перевалова. Тебя не приняли на работу, Кивалова, когда ты туда пошла после АТВ. Поэтому он нехороший. Ребята, понимаете, наш город, это город, где все секреты, ничего не тайно. Поэтому вот эти вот крики, еще раз повторяю, чтобы закончить эту тему. Грязный, абсолютно какой-то аномальный телеканал был. Который, вот все, что происходит в городе негативного в телепространстве, это они придумали. Это они стали делать. Когда боролись с Гуровицем, с оранжевой властью, так называемой. Плохо вам было при оранжевой. Будет хорошо при белой-голубой. Есть еще один звонок, Александр Эдуардович. Давайте послушаем. Только просьба. Коротко. Коротко, потому что совсем у нас мало времени. Добрый вечер, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. О том, что вы, наш Саша, это глоток воздуха, это понятно очень многим одесситам. Я с ужасом думаю, что делать с этими рабами. Но все каналы должны работать на эту тему. Вот сейчас будут мэра избирать. Что мы будем делать? Я понял вопрос. Спасибо за вопрос. Видите, как по-разному все. Для Костусева-младшего глоток воздуха, это то, что предприятия начнут. А для кого-то глоток воздуха, мое выступление. Спасибо вам большое. А насчет того, что мы будем делать, пойдем голосовать, конечно. Будем бороться. Невозможно. Понимаете, в чем дело? Невозможно сидеть сложа руки. Надо действовать. Потому что, если мы будем сидеть сложа руки, они же нахабные, настырные, наглые наши противники. Я не стесняюсь сказать слово противники. Это те, которым по барабану этот город. Я говорю в своей передаче, вот бывший европейский город, а ныне ПГТ Одесса. Да я начинаю сомневаться, ПГТ ли? Может быть, что-то еще ниже. Поэтому вы не волнуйтесь. Придет время, будем бороться, потому что у нас другого выхода нет. Да и не столько за себя бороться. Уже надо за своих детей бороться, за внуков. За будущее этого города. Что же превратили это все? Александр Анатольевич, еще один вопрос, который взволновал многих телезрителей, кстати, те, которые к нам звонят и просят ваших комментариев на те или иные вопросы. Дело в том, что недавно председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик, имеется в виду, новый, заявил о своем намерении советоваться по ключевым для региона вопросам с митрополитом одесским и измаильским Агафангелом. Как вы прокомментируете такое решение руководителя целой Одесской области? То есть он официально заявил? По крайней мере, заявил на официальном мероприятии. Я считаю, что это официальное заявление. Я хочу сказать и насчет облгосадминистрации, чтобы вы понимали, что такое облгосадминистрация. Вот в Конституции, а это инструкция для государства, в Конституции есть президент, премьер-министр, кабинет министров, Верховная Рада, областные советы. А облгосадминистрации нет. Это придуманная настройка, которая, ну, может быть, и не нужна, на мой взгляд. Есть же областные советы. У них есть исполкомы. Они совершенно точно могли бы исполнять все то, что делает облгосадминистрация. Ненужная настройка, но для контроля и прочее. Это игры вот этой вот власти, этой вот партии регионов. Теперь дальше. Он сказал, что будет советоваться с Агафангелом. У меня тогда вопрос возник к Скорику. А памятники Екатерине Второй вы не собираетесь разрушить, демонтировать? Потому что Русская Православная Церковь, представителем которой является, конечно же, владыка Агафангел, она очень не любит, а можно даже сказать, я вот читаю иногда, ненавидит Екатерину Вторую, потому что Екатерина Вторая, как бы, ну, ограничивая веру, открывала путь для разума. Когда она пришла на престол, то было в Российской империи 60 учреждений образовательных разного типа. А когда она уже к концу ее царствования, этих учреждений было более 500. Еще один момент. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы, может быть, он не понимает еще. Надеюсь, поймет господин Скорик. Нельзя, чтобы церковь шла нога в ногу с государством. Екатерина сказала в свое время, зато ее и ненавидят, РПЦ, что следует уважать веру, но никак не давать ей вмешиваться в государственные дела. Это слова Екатерины. Поэтому вот эти вот, я буду советоваться с Сагофангелом, а с Равином не будешь советоваться, господин Скорик? Ну, там еще есть у нас, вон, мечеть. Со всеми будешь советоваться или только Сагофангелом? Какая-то, понимаете, вот это какая-то смешная и грустная ситуация. Вы чего, ребята, думаете, что церковь станет ЦК КПСС? Не станет. Не знаю, мне как-то я разочарован. Александр Адорович, дело в том, что вот в своих передачах вы часто говорите о церкви, ну, мягко говоря, без пиетета. И вы же человек творческий. Поэт, композитор, бард. В прошлом. Ну, а творческие люди всегда обращаются вот в свой взор каким-то вот таким духовным силам. Вы что, в этом не нуждаетесь? Вы знаете, для того, чтобы быть человеком духовным, я не о себе, я вообще. Не обязательно быть человеком верующим. А если мы говорим о каких-то творческих людях, вы любите песни Высоцкого? Я да. Владимир Высоцкий очень часто обращался к образу Бога, божественного. Но это было как бы творческое осмысление вот этого, всего, что происходит вокруг. А ведь Высоцкий был атеистом, абсолютным атеистом. Это пишет и Марина Влади в своих книгах, это воспоминания его друзей. Он был атеистом. Поэтому, в школе мы эту тему затронули. Вы знаете, в одной из песен Высоцкого там есть такие слова. Вот только жаль распятого Христа. Так вот, я хочу сказать, что мне лично жаль больного десятилетнего мальчика по имени Алеша, которого большевики, прародители вот этого коммуниста Симоненко, расстреляли несчастного в Епатевском доме вместе со всей своей семьей. Вот мальчика мне жаль. Но насчет Христа ничего сказать не могу. Я понял. Спасибо, Александр Эдуардович. Спасибо. Как всегда, время пролетело незаметно. И, Вы знаете, мне остается только подвести итоги нашего интерактивного голосования. Мы даже чуток перебрали времени. Я хочу напомнить телезрителям, что сегодня мы спрашивали у Вас, удовлетворены ли Вы итогами визита Виктора Януковича в Москву. 53% наших телезрителей не удовлетворены. Они считают, что нет, это дорога назад в прошлое. 28% оказались удовлетворены. Да, верным курсом идете, товарищи, ответили они. И 19% считают, что пусть теперь ЕС поторгуется за нас с Российской Федерацией. Вот таковы итоги нашего интерактива. Александр Эдуардович, еще раз спасибо Вам. Вам спасибо. За интересную содержательную беседу. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Надеюсь, до новых встреч. Удачи всем. Что же, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего Вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!